Неудобно иметь ребенка, и власть должна предпринять все усилия, чтобы эту ситуацию полностью поменять. На повестке заседания правительства меры по стимулированию рождаемости в Ивановской области. По поручению губернатора разработан пакет мер по поддержке семей, в которых появляется пополнение. Средний возраст мам в регионе сегодня 28,5 лет. Доля первенцев, которые рождаются у женщин до 24 лет, составляет всего 11% от общего количества малышей. В этом году по линии нацпроекта «Демография» у нас будет направлено 1,2 миллиарда рублей на поддержку более чем 7 тысяч семей. Более 300 миллионов будет направлено на создание 400 мест в детских садах детей до 3 лет. 90 миллионов предусмотрено на проведение процедуры КО. Но не все в деньги упирается. Мы с рядом общественных организаций, я попросил активно в эту повестку включиться вместе с членами правительства. И выяснилось, что у нас много где есть таких организационных сбоев. Меры поддержки региональной и федеральной направлены на решение задачи, которую поставил президент. К 2024 году довести показатели до 1,7 рождений на одну женщину фертильного возраста. Действующий в настоящее время пакет включает 27 выплат, которые предоставляются из различных источников. Получателями ежегодно являются более 20 тысяч ивановских семей. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают дополнительные бонусы для пар, планирующих пополнение. Это и увеличение с 1 января следующего года критерий нуждаемости при предоставлении ежемесячной выплаты на первого ребенка. Увеличение с 1,5 величин прожиточного минимума до 2 величин. Уже сегодня вступили в действие нормы, снимающие временные ограничения 6% ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Это значит, что по всем ипотечным кредитам, вновь заключаемым или заключенным в период с 1 января 2018 года, на весь период ипотеки, ставка устанавливается не выше 6% для семьи. С 2019 года при рождении третьего и последующего ребенка предусматривается дополнительная выплата на погашение ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. 2,6% детей в Ванск области рождаются в результате ЭКО. Это больше, чем в среднем по ЦФО. Хорошо, что технология полностью практически на государственном теперь финансировании, и мы уже почти 80% циклов делаем в системе ОМС. Эффективность у нас в регионе очень высокая. Более 40% наступает беременности, и поэтому сохраняется хороший поток пациенток из других регионов, несмотря на то, что технология прекрасно по стране растиражирована и в государственном секторе, и в частном. В 2019 году для ивановских пациенток мы будем выполнять 655 процедур, и это прекрасно, у нас совершенно отсутствует лист ожидания, нет очереди. Многие женщины не торопятся рожать, потому что боятся выпасть из профессии, потерять работу, если декрет затянется. И важную роль тут играет возможность быстро получить место в детском саду. В 24 муниципалитетах очередности нет вообще. Нехватка мест от нуля до трех лет в Иванове, Кохме и Ивановском районе. В период с 2019 по 2021 год в регионе будет создано более 2000 дополнительных мест для дошкольников. Из них 1400 мест – это места в ясельных группах. Соответствующие мероприятия включены в нацпроект «Демография». На эти цели на три года субъекту предусмотрены средства в объеме 753,5 миллионов рублей. В текущем году объем этих средств составит 318 миллионов. Также с 2020 года будет введена практика целевого профессионального обучения женщин, имеющих детей до трех лет. Ежегодно переучиваться или повышать квалификацию смогут 200 молодых мам. Также рассматривается вопрос по предоставлению семьям лекарств на лечение у детей острых респираторных заболеваний, чтобы частые больничные в саду не так сильно били по карману родителей. Губернатор подчеркнул, что готов дополнять пакет мер поддержки, как только появится обратная связь от населения. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.